Записываем наше самое скандальное видео про наши отношения к геям, лесбиянкам и прочим ЛГБТ. Как мы к ним относимся? Да никак мы к ним не относимся. Мы просто не понимаем, что вообще люди в этом находят. Но раз кому-то это нравится, то это имеет право быть. Главное, чтобы это не мешало другим людям жить. Когда ко мне в общаге домогались девки-лесбиянки, я их отшивала точно так же, как и пьяных сексуально озабоченных парней. При посылании нахуй пол и сексуальная ориентация не имеет значения. А еще у нас был мальчик-гей. Он всем девчонкам нравился, никому не приставал. Просто прикольный, хоть и со странностями. Сексуально озабоченные мачо всех уже достали. А может быть он геем стал, чтобы девчонкам нравиться? Может быть. По крайней мере, потом на девушке женятся. В наше мракобесное время считается, что каждый православный христианин должен быть гомофобом. Мы снова ломаем систему и рассказываем, что на самом деле в Библии написано про содомский грех. Те, кто Библию читал, наверное, заметили, что Бог не вмешивается ни против войны, ни против рабоводения, ни против педофилии, ни против геноцида. Зато Он против служения другим богам. Как только евреи начинали заниматься идолопоклонством, сразу получали от Бога наказание. И содомские жители наверняка идолопоклонствовали. Поэтому Господь мешался. А в Содоме вообще была такая история. К единственному праведнику по имени Лот пришли в гости трое ангелов в образе симпатичных юношей. И местная ауешная гопота захотела их опетушить. А это уже дипломатический инцидент. Нападение на ангелов – это хуже, чем нападение на иностранных послов. Это повод для начала военных действий в любую эпоху. Бог обладает свободой, которая не ограничена никакими договорами о неприменении оружия массового поражения. И Бог взял и с чистой совестью уничтожил эти города. Но сделал Он это не за сексуальную ориентацию жителей, а за нападение на своих послов. И современникам библейских событий, в отличие от современных христиан, это было понятно.